Друзья, всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости на канал Парфюмерная история. Меня по-прежнему зовут Юлия. И этим видео я хочу открыть серию весенних майских затестов, как слепых, так и не очень. И в первую очередь поздравить вас с наступлением, наконец-то, настоящей весны, с майскими праздниками, со Светлой Пасхой. Пожелать вам мира, добра, уюта, благополучия. Ну а мой мир на эти праздники – это парфюмерный мир, куда я хочу окунуться с головой. Я, к сожалению, не совсем хорошо умею плавать, плохо разбираюсь в ароматах, но я продолжаю знакомство с ними. И в последнее время мой взгляд направлен на знакомство с российскими ароматами. Ну и, как вы догадались, это будет ниша. Я всё-таки отдаю предпочтение в сторону ниши. И тем более, благодаря YouTube я обзавелась новыми знакомствами, новыми ароматами в том числе. И я предлагаю перейти сейчас к знакомству с ароматами российского нишевого бренда Parfumbox. Parfumbox – это относительно молодой бренд. Он начал своё существование с 2019 года. Автор этого бренда, создатель его – Надежда Максунова, которая работает в коллаборации с российскими парфюмерами, такими как Сергей Каров, Татьяна Наумова, Юлия Куприянова. И с 2019 года я насчитала порядка 11 ароматов плюс один аромат ром-спрей. В комментариях к одному из моих обзоров Надежда написала мне, не хочу ли я познакомиться с её ароматами. И, честно скажу, ребята, меня это очень сильно удивило, потому что, ну, чего греха таить, все ароматы, которые вы видели в моих обзорах, я приобретала самостоятельно. У меня нет спонсоров. У меня нет коллабораций каких-то с брендами. Ну, поскольку я маленький парфюмерный любитель, который высказывает своё личное мнение, ну, и как-то я не особо гонюсь за тем, чтобы распиаривать свой канал, да, или там пиарить какой-то бренд. Я ко всем брендам, ко всем ароматам отношусь одинаково, с большой любовью и уважением. И поэтому мне было удивительно, когда я спросила Надежду, а сколько я вам должна за эти ароматы, на что мне Надежда сказала, мне не надо, я хочу, чтобы вы с ними познакомились. Ну, круто, ребята, круто! О чём мы договорились с Надеждой, что мой обзор будет по максимуму объективным. И я буду стараться это сделать объективно, субъективно, потому что будет всего лишь сегодня одно моё единственное мнение, но я не скажу, что оно единственно правильное. И поэтому я призываю вас идти на сайт, в инстаграм, в профиль к Надежде. Я ссылочки все оставлю, чтобы вы имели возможность с ними тоже познакомиться, кто ещё не знаком. Итак, я буду называть все ароматы, которые мне удалось найти с 2019 года, и более подробно останавливаться на тех, которые мне прислала Надежда. Вот, вот в таких вот форматах. Подглядывать буду, честно скажу. Ну, сразу хочу сказать, что для создания объективного мнения, насколько это возможно, я разнашивала их очень-очень долго. То есть это уже будет такое, так скажем, более-менее сформированное мнение спустя, наверное, три недели, а то и уже и четвёртый, то есть месяц. И давайте начнём. Итак, 2019 год. Вот четыре аромата были созданы. Это Space Jump, космический прыжок, Космороза, Клауд Атлас, то есть облачный Атлас, и Астрогелл. У меня есть Астрогелл. Так. Вот она. Если вы посмотрите, уже вот в этих вот пробирочках более половины уже использована, потому что реально я их носила, 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 и пока не выносила, но вынюхала почти. Астрогелл. Создатель этого аромата Сергей Карлов. У него есть свой собственный бренд Эдгардио Челлини. Ой, я сейчас его распылю. Ой, очень красивый аромат. Астрогелл. Этим ароматом Надежда говорит нам о том, что каждая женщина, она Астрогелл. Она молодая, она энергичная, она женственная. И это реально так. Уже с первых нот, которые я вдыхаю, я чувствую красивые, женственные, нежные, белые цветы, где главенствующими для меня является жасмин. Безумно красиво. И фрукты. Здесь есть груша. Кстати, некоторые считают, что этот аромат похож на грушевый сорбет Сергея Карова. Но у меня не было возможности познакомиться еще с ароматами и конкретно с этим Сергея Карова. Я не могу утверждать это. Но я знаю и поняла для себя одно, что это действительно женственный цветочно-фруктовый аромат. Я не могу его сравнить ни с каким другим, который я знаю. Я думаю, что он настолько насыщен сочными фруктами, что вот сейчас, весной, летом, он будет очень классно не только раскрываться, но и вообще радовать, поднимать настроение, придавать женственности, в том числе и мне. Чувствуется здесь какая-то манкость вот именно от того, что этот аромат сидит на коже. Он не сидит близко, его слышно, он шлейфовый. И забегая вперед, могу сказать, что все эти ароматы, они звучат до 4 часов точно на мне. Слава Богу, что я здесь не сильно чувствую сирене и розу. Они здесь есть. Может быть, поэтому сирене, она вот придает также эту женственность, но она звучит не выпирающе, не индолит. И плюс она, и сирене и розы здесь обыграны сочными сливой и персиком. Поэтому вот аромат получился очень такой красивый, реально женственный. Он сексуальный, он манкий, он приятный. Следующие 3 аромата, которые я нашла на фраге, были созданы в 2020 году. это Air Cellar, Melancholy Love и Solaris. Мне надежда положила для знакомства аромат под названием Melancholy Love. Честно говоря, мне даже жалко его распылять. Его практически не осталось уже. Я честно говорю, я только вдохнула этот аромат и уже сразу потеряла голову. Парфюмер этого аромата Юлия Куприянова. Это аромат о любви, тихой и спокойной, к окружающим, близким людям, природе, уютным уголкам и местам, которые есть у каждого человека. Это тоже цветочно-фруктовый аромат. Здесь тоже есть груша, но она звучит в паре с ревенем, и это очень красиво. Это ярко, позитивно, сочно. Поэтому вот говорить, что это тихий и спокойный аромат, честно, у меня не поворачивается язык, но те чувства, которые он рождает, они реально уводят в сторону гармонии и спокойствия. Что даёт вот это вот понимание гармонии и спокойствия вот в этом аромате? Казалось бы, такие яркие, жизнерадостные, позитивные, бодрящие ноты, как лимон, бергамот и чай, здесь заявленные, они же вот прям вот ух, должны быть, какое там спокойствие, какое гармония, но нет, они очень звучат свежо и одновременно легко. И вот эта лёгкость, она даёт ощущение лёгкости бытия. Я вот так скажу. Когда я вдыхаю вот действительно этот аромат, этот аромат действительно уносит меня в какие-то вот уголки уютные для меня. это реально для меня хьюги аромат. У меня даже голос сейчас, да, тембр меняется, потому что вот на самом деле это аромат фаворит мой. И я его вот носила чаще и больше всех, к нему тянулась моя рука. Меланхолий лав. Никакой меланхолии я не ощущаю. Наоборот, это чувство гармонии, спокойствия, умиротворения. Это действительно аромат умиротворяющий. Я могу назвать его действительно аромат космоса. Но вот космос в плане космос внутри тебя, не за пределами, а вот здесь вот. Это какой-то свой внутренний мир, который тебе даже самому не знаком. Я не говорю уже об окружающих тебя людях, но там, где ты чувствуешь себя вселенной. Следующие ароматы. Ароматы, которые были созданы уже в этом году, это Mirror, зеркало, No Comments, нет комментариев, и новинка Moon River. Все эти три аромата мне Надежда положила в посылочку, и у меня была уникальная, классная возможность познакомиться с ними. Давайте начнем с No Comments. Ох! Если позволите, я не буду их распылять, ибо у меня здесь такое красивое цветочно-фруктовое облако. Ароматы очень стойкие, поэтому не хочу мешать это все. И, кстати, некоторые из них еще я сегодня наносила перед тем, как записывать это видео, чтобы освежить их в памяти. Потому что, честно скажу, что вот эту тройку я не так часто носила. Особенно No Comments. Вот этот аромат No Comments это для меня фужер, причем фужер с такой горчинкой. Здесь чувствуются специи. Вот эту горчинку мне придает розмарин. Вот он прям такой холодный, резкий, освежающий. Он очень похож на мужской свежак. Я не чувствую здесь огурцов, а вот именно специи. Розмарин и лавр. Прям ух захватывает дух. Вот реально, с самого старта. Он очень холодный. Он очень холодный. Для меня он очень холодный. Далее из горького аромата этот аромат превращается в такой немножко кисловатый, но колкий аромат. Много цитрусов и чувствуется хвоя. Ну, понятно, что кедр заявлен в базе. Аромат очень долго и много раз пыталась усадить на себя, но, к сожалению, мне ничего не получилось. Он действительно больше для мужчин, либо для женщин, которые чувствуют или хотят быть амазонками, потому что в нем очень много брутальности. Очень много. Он скорее мужской, нежели женский, поэтому я не думаю, что я буду его офлаконивать, как, например, я хочу офлаконить Melanholi Love. Это мой One Love. Дальше следующий аромат Mirror зеркало. Парфюмер Юлия Куприянова. Кстати, парфюмер No Comments Сергей Каров. Дабыла сказать. Простите, мысли вот так вот все. Хочется и так, и то, и это. Сначала меня размазало после Melanholi Love, а потом выбило просто после вдоха от No Comments. Mirror это уже другой аромат. Не такой, как No Comments. В общем, у меня с ним сложное отношение, почему. Давайте начнем с того, что парфюмер Юлия Куприянова. Аромат вот с первых нот мне кажется очень знакомым. Здесь я чувствую табак, чернослив. Когда я знакомилась, уже раскладывала на ноты, прочла пирамиду. Действительно, здесь есть табак, но здесь не чернослив, а здесь заявлена вишня, грецкие орехи, жареный миндаль, ваниль, кофе. Аромат показался мне похожим на ароматы Тома Форда табака ваниль и на Пенхаллиган Рорин Редклиф. Вот с Рорин Редклиф он очень похож. Поэтому, ну, честно, табак это вообще не моя нота, даже несмотря на то, что здесь есть еще и фрукты и орехи, которые я тоже собственно люблю, но табак нет. И более того, что меня, почему мне с ним сложно? Он меня вызывает с одной стороны приятные, а с другой стороны не очень ассоциации. Я сейчас поясню. Это так будет, немножко из личного. Во-первых, что о нем пишет Надежда? Каждый из нас может заглянуть в зеркало, но не каждый может в нем увидеть ангела-хранителя, но он у нас есть. И предполагается, что такой аромат у ангела-хранителя. И когда я это прочитала, я задумалась. Почему? Потому что я сразу вспомнила своего отца. Мой папа курил, он мало пользовался парфюмом, он был работяга, трудягой, строителем. Поэтому вот запах табака я помню хорошо. Я могу предположить кофе, да, туда же. И почему я его ассоциирую с этим ангелом-хранителем не только по запаху, а я потеряла отца, когда мне было 19 лет. Он ушел из жизни в том возрасте, в котором нахожусь сейчас я. И понятно, что мне девочки, которые никогда так близко не чувствовала горечь утраты, единственный выход было принять, что мой отец где-то со мной, и он мой ангел-хранитель. Он помогает мне во всех моих делах, во всех моих начинаниях и так далее. И вот честно, я об этом думала, всегда пытается от себя отгонять мысли неприятные, какие-то трагические события, не якорить с парфюмами. И поэтому вот этот парфюм мне сложно носить, потому что я, честно говоря, не хочу лишний раз вспоминать о каких-то трагических моментах в своей жизни. Но я продолжаю думать о том, что мой папа мой ангел-хранитель. Но аромат нет. аромат я, конечно, носить не смогу. Но это не значит, что это некрасивый аромат. Он очень красивый, особенно для тех, кто любит вот эти табачные гурманские восточные ароматы. И каждый из этих ароматов достоин того, чтобы у него появился свой фанат или фанатка, любитель. Поэтому я рекомендую все ароматы к затесту, а там уже вам и вашему носу, мозгу выбирать, что вам близко по душе и с какой ассоциацией, с каким событием его якорить. Новинка этого года, одна из последних, но я надеюсь, что это не последний аромат, которым нас порадует парфюм-бокс, это Мон Ривер. Вот этот аромат на самом деле меня удивляет каждый раз. Поначалу, когда я его только нанесла, я опять подумала, что ну это фужерный, ну это такой более мужской аромат, много зелени, опять же свежести, какая-то горчинка есть, но не тут-то было. Вы знаете, аромат очень интересный. чем он интересен? Потому что поначалу это да, это какой-то вот фужер, здесь есть и кардамон, и жасмин, артемизия, фиалка, но он удивляет уже ближе к базе. Есть какие-то ноты, которые вот реально дают восприятие того, что это неземной аромат, что он реально с луны. Какой-то вот здесь аромат природный, минеральный, действительно как будто лунный гравий. То есть это одновременно и холодный аромат, и какой-то такой специфический пахнет минералами, аромат. в то же время он нагревается, он дает тебе тепло. Неоднозначный аромат, который очень интригует. Кстати, я не нашла, кто парфюмер этого аромата. Если вы знаете, напишите мне. А если не знаете, то спросим у Надежды. я рекомендую к затесту. Это действительно космический аромат. Ну и последний аромат, который у меня есть, это аромат для дома Home Fragrance называется Moscow Popcorn. Ой, вы знаете, этот аромат мне напоминает аромат Сюдпасифик Матин Калин. Аромат, который я прям вот отождествляю с Хьюги и вот этот туда же. Я честно не слышу в нем попкорна. Что я слышу, это карамель с молоком. Почему он меня и относит к аромату Сюдпасифик Матин Калин. Это карамельный молочный гурманский аромат для комнаты. Сейчас так распылю. Смотрите, какое прямо облако. Который мне действительно вот создает в доме ощущение уюта, тепла, чего-то вкусненького. Все в стиле Хьюги. Он мне тоже очень нравится. Тоже мне. Но тут у меня осталась половинка. я его берегу, не распыляю. Вот. Вот, собственно, те шесть ароматов, про которые я вам хотела сегодня рассказать. Надежда, я в первую очередь хочу сказать тебе спасибо огромное за знакомство с тобой, с брендом, с ароматами. Друзья, если вы не знакомы с этим брендом, я вам рекомендую познакомиться. я это говорю не на правах рекламы, а просто для того, чтобы вы тоже по возможности могли вдохнуть и поделиться с нами, со мной своими впечатлениями. Часть из этих ароматов я отправлю своим друзьям, ибо я считаю, что круговорот парфюмов в природе должен быть. И так мы друг другу помогаем знакомиться с этим бескрайним океаном парфюмов. Я планирую обязательно офлаконить меланхоли лав, потому что это действительно май лав. Мне очень нравится этот аромат, и он меня в какие-то моменты даже вручал. На этом у меня сегодня все. В ближайшее время я планирую записать еще один обзор о еще одном российском нишевом бренде, о каком расскажу уже более подробно в следующей истории. На этом все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok